Экономика, социальная политика и инвестиционная привлекательность регионов. В повестке Гайдаровского форума 2019 не менее 100 различных тем. Деловые площадки начали работу сегодня в Москве на базе Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. В работе форума принял участие и глава республики. Это десятый по счету Гайдаровский форум. На его полях обсуждают инвестиционную политику и социально-экономическую повестку. Ключевая тема этого года – стартовавшие в стране национальные проекты. Они должны стать драйверами развития регионов. От этого зависит роль Российской Федерации на мировой арене. Глобальные вызовы требуют перемен, в том числе и в экономической стратегии на годы вперед. Председатель правительства страны Дмитрий Медведев обозначил ключевые проблемы. К примеру, многие эксперты задаются вопросом, стоит ли подсчитывать внутренний валовый продукт. Озабоченность вызывает и рынок криптовалют. Прошедший год, если говорить о криптовалютах, сразу же отвечая на массу вопросов, которые концентрируют в себе эти криптовалюты, этот год показал их исключительную волатильность. Я напомню, на нашей прошлой встрече здесь, как раз на Гайдаровском форуме, мы тоже рассуждали о том, насколько это все хорошо и интересно. Так вот, с тех пор стоимость некоторых криптовалют, как известно, упала в пять раз. Но это, конечно, не повод их хоронить. Здесь, как справедливо было сказано, есть и светлые стороны, и темные стороны, как и в любом общественном явлении. Так или иначе, действенным инструментом для развития страны должны стать национальные проекты. Если все пойдет по плану, то в ближайшие годы экономика регионов покажет ощутимый рост. Главное, не сбавлять темпов, и здесь многое зависит от местных властей. Если характеризовать наши планы коротко, это, конечно, амбициозные, но конкретные целевые показатели. Во-первых. Во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение. И, в-третьих, это проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы. Они точно потребуются, в том числе из-за тех глобальных трендов, о которых я только что сказал. Таким образом, мы четко структурируем работу по достижению национальных целей развития. Стремимся не только использовать свои традиционные преимущества, но и трансформировать глобальные вызовы в новые источники роста. Реализация национальных целей зависит и от инвесторов. Успешные коммерческие проекты работают в сфере образования. Что необходимо сделать для подготовки кадров и как в этом может помочь бизнес, обсуждали на деловом завтраке с участием глав регионов. Еще одна немаловажная тема – развитие рынка газомоторного топлива. Уже подсчитана экономическая выгода. Уменьшится и уровень вредных выбросов в воздух. Не секрет, что запасы легкой извлекаемой нефти быстро сокращаются. Большинство стран будут вынуждены уходить на шельф, искать альтернативные способы добычи. Издержки по извлечению нефти соответственно увеличатся. Наибольшее влияние на объемы потребления газа окажет энергетика и транспорт. Ежегодный прирост ожидается 2,2%, 4,2%. В правительстве страны уже составили дорожную карту. В ближайшие годы количество машин, работающих на голубом топливе, увеличится. А для этого необходимо стимулировать строительство станции по заправке газом в регионах. Появился ГОСТ, был принят, были внесены, как я уже сказал, очень много изменений. 56 субъектов Российской Федерации подписали программу развития внедрения газомоторного топлива. Газпром начал активно заниматься этой темой. У нас произошли и позитивные, и качественные изменения. То есть не только нормативная база. В 2013 году у нас объемы потребления были 400 миллионов кубических метров газа. Сейчас по итогам 2018-го 624, то есть в полтора раза увеличился объем. Конечно, это цифры маленькие относительно объемов, которые добывает наша страна и потребляет на внутреннем рынке. Мы потребляем 450 миллиардов кубов. В программе юбилейного Гайдаровского форума десятки деловых мероприятий. В качестве экспертов здесь поступают члены правительства, губернаторы, а также руководители госкорпораций. Результативные рабочие встречи сегодня провел и глава республики. И вот что отметил Михаил Игнатьев в интервью нашей съемочной группе. Поэтому наша задача с учетом этих вызовов, с учетом предъявленных санкций, работать лучше своими управленскими командами. Мы тоже работаем по теме импортозамещения. С учетом государственных заказов оборонно-промышленного комплекса, с учетом производства товаров и изделий двойного назначения. Об этом тоже президент сказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны переходить на товары народного хозяйства. На сегодняшний день наши предприятия идут. Наша задача обеспечивает хорошее социальное, трудовое настроение наших работников. Программа Гайдаровского форума рассчитана на три дня. Многие доклады от авторитетных экспертов лягут в основу развития страны на годы вперед. На первый план сейчас выходит новая экономическая модель. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.